Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня я хотела бы снять очень интересное парфюмерное видео о бюджетном аромате. Точнее, этот аромат очень-очень бюджетный аналог люксового. И, кстати, одного из моих любимых. Я уже как-то снимала подобные ролики, вам они очень понравились. Я решила их ввести на постоянной основе, то есть постоянно искать какие-то бюджетные интересные ароматы и делиться ими с вами. И, кстати, небольшая такая поправка. Я не буду показывать какие-то подделки. То есть, допустим, я показываю вам аромат от Шанель и приобретаю Шанель за 700 рублей где-нибудь в переходе и говорю, вот вам бюджетный аналог. Нет, я буду находить какие-то бюджетные ароматы именно проверенных компаний. То есть просто, которые схожи или попохожи на более дорогие ароматы. Также буду, если мне будут попадаться ароматы примерно в одной ценовой политике, буду находить вам и рассказывать, что они похожи. Может быть, какой-то из них у вас есть уже. Ну, в общем, как бы, или вам будет возможно проще купить один из этих ароматов. Он более сподручен для вас. Он находится где-то ближе возле вас. Он не надо будет заказывать. Это специально. Вы можете его послушать и примерно уже представлять, какой будет тот аромат. Или, в первую очередь, я буду искать бюджетные аналоги, чтобы вы могли себе позволить их. Если, допустим, вы не можете приобрести какой-то аромат очень дорогой, но он вам нравится, почему бы и нет, почему бы так и не сэкономить. Мне кажется, это очень даже прекрасно. Потому что мы, парфюмерные любители, сегодня любим одно, завтра другое. А это все стоит уж очень небюджетно. Давайте перейдем уже к ароматам. Сначала я, наверное, покажу оригинал все-таки на тот аромат, на который похож мой новенький бюджетный. Это Гуччи Флора. У меня это в парфюмерной воде именно. Ну, в принципе, он похож тот аромат и на туалетную воду. Но, конечно, по концентрации он больше схож с парфюмерной. Я очень люблю Гуччи Флору. Это сладость. Это просто что-то невероятное. Ношу я его чаще всего в прохладное время года. Либо же могу даже носить летом. Но если лето будет не сильно жаркое, то есть температура такая умеренная. И очень я его люблю. И бюджетный аналог. Сейчас я вам сразу его покажу. А потом уже зачитаю ноты общие. То есть расскажу поподробнее. Это моя недавняя новинка. Недавняя покупка с магнит-косметикой. Я думаю, все уже догадались. Вот такой вот аромат. Like Malizia. Фирма этого аромата. Фирма Mirato, которая производит эту парфюмерию. Он, магнит-косметик, стоит мега бюджетно. Я его приобрела за 200 рублей. Но вообще его обычная цена без скидки. Не более 500 рублей. То есть, в принципе, я видела в интернет-магазинах он есть. Можно на их сайте его заказать. Поэтому, если не найдете магнит-косметик, то можно сделать интернет-заказ. Но, кстати, в магнит-косметик, вот я искала на него большая скидка. И, в принципе, у нас по Самаре я обошла не один магнит-косметик. И практически во всех этот аромат был представлен. Поэтому можете в своих городах также посмотреть. Сейчас он на них на скидке. Во время распродажи также их много было в ассортименте. Поэтому присмотритесь и, возможно, вы тоже его найдете. Вот так вот выглядит флакон. Здесь объем 100 миллилитров. Довольно-таки внушительный. Тяжелый такой флакончик. Такие яркие цвета. И это прям вот... Не буду говорить на 100% похож, потому что это неправильно. Каждый аромат индивидуален. Это произведение искусства. Но 90% это точно. Вот схожесть просто невероятная. Что касается, кстати, ноты, я сам зачитаю. Гуччи флора это цветочный аромат. А вот этот у нас аромат, Like Malizia, он цветочно-фруктовый. Что касается, конечно, пирамиды. У Гуччи флоры она более богатая, более такая обширная. В этом аромате всего три компонента. Так, верхние ноты Гуччи флоры это цитрус, и пион, и мандарин. Сердце это смантус и роза. База это сандау, почули, розовый перец. Что касается вот этой композиции. Здесь верхние ноты бергамот. Нота сердца это пион. И базовая нота это апельсин. Всего три компонента. Но по звучанию я бы ни за что не сказала, что здесь всего три компонента. Звучит он, но на 90% схож с Гуччи флорой. Действительно, это просто что-то невероятное. По стойкости. Самое интересное, что стойкость у него тоже великолепная. Я нанесла его на руку. Он держался. Вот практически я его нанесла в обед. И до вечера он у меня держался. И что самое интересное, он не менялся сильно в процессе. То есть он не начинал звучать хуже. Что часто бывает в бюджетных ароматах. Что они замыливаются. Как, кстати, я приобрела его брата. После покупки его вот такой вот аромат. Называется он Hot Glam. Но он вот уже более такой по звучанию подешевле. Он, понятно, в другой совсем, в другую русло уходит. Совсем другой аромат. Но при этом он замыливается. Действительно, девочки об этом писали. Да, он становится такой мыльный. Мне даже муж сказал. Когда я его дала послушать, он говорит, пахнет мылом. Таким приятным мылом. Этот нет. Это действительно такая сложная композиция. И, кстати, мужу я дала послушать и Gucci Flora, и этот аромат у нас Free Spirit, по-моему. Как я поняла, это свободный полет. Скорее всего, переводится этот аромат. Он сказал, похоже. Да, действительно, похоже. Так что мне не кажется. И вообще, изначально, когда я его покупала, я его, в принципе, не планировала. Прям в магните я тоже с собой его не замечала. Но совсем недавно я смотрела видео, либо читала на фраграмтике, уж точно не помню. Девочки писали, что это очень бюджетный аналог Донны Трусарди. Я, когда его увидела, я это вспомнила, сразу его схватила. Потому что тестера там не было. То есть просто без затеста. Когда пришла домой, поняла, что нет, Донны, он не пахнет. Ну, если может быть. Ну, я не чувствую лично схожесть с Донной. Если она какая-то минимальная есть, то, в принципе, все ароматы отчасти похожи. Большинство. А вот Gucci Flora, это действительно прям один в один. И я прям до сих пор нахожусь под впечатлением. И мне кажется, этот аромат очень хорошо будет, если наносить его именно летом на себя. То есть Gucci Flora именно наносить прохладное время года. А его наносить летом. Потому что, как по мне, он, во-первых, концентрация, конечно, у него будет, наверное, не такая стойка. Ну, и, в принципе, и Gucci Flora. И, честно говоря, вообще, в принципе, ароматы от Gucci. Не сказать, что они прям такой феноменальной стойкостью обладают. Что там два дня на вас будут держаться. Но, наверное, этот все-таки, что он и бюджетный. И, наверное, все-таки будет звучать он немного попроще. И летом его будет не жалко обновлять. То есть, такой объем 100 мл. И он как-то, наверное, на лето, как это объяснить, даже он не такой густой будет. То есть, он будет полегче немного. И поэтому летом прям самое то, потому что девочки мне, подписчицы, мне писали, что прям в летом его носят. Прям вообще в восторге от него. Поэтому советую, девочки, советую. Обязательно зайдите в Магнит Косметик. Присмотрите к этому аромату. 200 рублей. Это просто красота. А второй я вообще приобрела за 100 рублей. Потому что у меня, как раз, были баллы на карте магнитовской. Вот этой бонусной, которые появились недавно. И мне списали с нее вот эти бонусные там 100 рублей. Мне кажется, было и в итоге я всего 100 рублей заплатила за второй аромат. Поэтому мне как бы не жалко совсем. И меня, действительно, в последнее время прям очень воодушевляет вот этот вот поиск какого-то бюджетного аромата, достойного. Чтобы делиться ими с вами. Радовать вас. Чтобы вы могли себе приобрести его так же. И порадовать вас. Поэтому, кстати, пишите, интересно ли вам до сих пор такая рубрика о бюджетных аналогах, о бюджетных ароматах. Поддержите меня. Напишите. Снимать, не снимать. В общем, вот такая у меня получилась подборка. Видео такое немного сумбурное. Подборка. Два аромата. Аналог. И, надеюсь, вам это было интересно. У меня, кстати, уже на очереди также есть несколько таких же бюджетных аналогов. Обязательно расскажу о них. Вам поделюсь с вами. В общем, все, что я хотела вам сегодня рассказать. И я, действительно, прям... Ну да. Я прям под впечатлением. Что я хотела вам еще сказать. Если у вас есть вот этот аромат. И вы знакомы с Гучу Флорой. И вам не казалось. В принципе, вы даже не думали о том, что он может быть похож на Гучу Флору. Вы сейчас еще раз его послушайте. И мне будет интересно. Напишите свою реакцию. Так или нет. Потому что бывает вроде с ароматом знаком. Постоянно его отдыхаешь и думаешь. На что-то он похож на что-то он похож. А потом резко, когда где-то услышишь или прочитаешь. И понимаешь. Да. 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 Это именно он. Поэтому напишите мне тоже. Появилось ли у вас такое ощущение, что да. Действительно они похожи. Ну, в общем. Буду на этом с вами прощаться. Еще раз напомню. Напишите в комментариях. Снимать такую рубрику или нет. Также, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я тоже хочу активно вести именно парфюмерную тему. Выкладывать посты с ароматами. Делать отзывы. Также буду в сторис снимать. Показывать то, как я гуляю. Нахожусь в поисках этих ароматов. Поэтому обязательно также подписывайтесь на мой инстаграм. А я с вами прощаюсь. Всех вас люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok